Сегодня я расскажу про 10 стилей часов, которые каждый мужчина должен знать. Начнем, пожалуй, с истории. Апрель 1891 года. Мы находимся в 40 милях к западу от Агайя возле станции Клэптон и видим страшную аварию на путях. Скоростной почтовый поезд на полном ходу врезался в экспресс-поезд. В результате расследования выяснилось, что было несоответствие в 4 минуты между поездами, что привело к этой катастрофе. Экспресс-поезд был уверен, что они едут точно по времени. На самом деле часы машинистов отставали на 4 минуты, и они должны были предоставить дорогу сперва скоростному почтовому поезду. После этого случая агаевский ювелир Вепсибол был назначен главным инспектором по времени. То, что Болл сделал за следующие 2 года, было просто изумительно. Он создал стандарт точности для всех инженеров и машинистов, благодаря которому погрешность снизилась до 30 секунд. Помимо этих стандартов, он также создал определенный стандарт для часов, что они должны быть с открытым циферблатом определенного размера, они должны были выдерживать определенные температуры, и, конечно, черные жирные цифры на белом фоне. Я думаю, вы уже догадались, что первый стиль часов, о котором должен знать каждый мужчина, это железнодорожные часы. Они служат напоминанием того, что разница в несколько минут может стать разницей между жизнью и смертью. Следующий стиль – это карманные часы. Давайте перенесемся назад на 350 лет. Мужчины уже носили часы некоторое время, в основном вокруг своей шеи. Это произошло где-то в Англии, когда появился жилет. Карл II ввел в моду карманные часы. И это были специальные часы, которые были сделаны так, чтобы поместиться в кармашек на его жилетке. И последующие 250 лет карманные часы будут доминировать в мире. Это был знак статуса того, что у вас есть деньги. Было очень престижно иметь такие маленькие машинки. То есть это практически компьютер того времени. Это было возможностью не просто знать время, а также показать миру, что вы можете позволить себе знать точное время. Следующий стиль – это походные часы. Это отбрасывает нас в 1879 год. Кайзер Вильгельм I. Он отдает приказ сделать 2000 пар часов для своих офицеров. И он хочет, чтобы они были простыми и функциональными часами. Он полностью осознает важность того, чтобы его офицеры знали точное время. И последующие 50 лет мы наблюдаем за тем, как развивается это направление походных часов. Ремешок, он должен быть выполнен из ткани и быть легко заменяемым. Сам корпус делается из прочного материала, такой как сталь, чтобы они были стойкими и противоударными. Конечно, по ним легко можно определить время. Поэтому контрастные белые цифры на черном фоне. Защитное стекло и секундная стрелка, чтобы можно было проще засекать время. Затем стрелки стали светиться, но это было уже позже. Интересный факт насчет походных часов – это переход от карманных часов к наручным. Во время Первой мировой войны была очевидна практичность наручных часов. Когда-то мог просто посмотреть на руку, вместо того, чтобы лезть рукой в карман. Походные часы привели нас к следующему стилю, и это нарядные часы. Итак, после войны мужчинам понравились наручные часы, и они захотели себе такие часы. Итак, после войны мужчинам понравились наручные часы, и они захотели себе такие часы, которые они могли бы надеть на приглашенный вечер или работу. Чтобы они могли надеть часы под смокинг и пойти на вечеринку. Или надеть с костюмом на бизнес-встречу. Поэтому нарядные часы стали делом выбора, они более изящные. Если посмотреть на них в профиль, то видно, какие они тоненькие, они не привлекают к себе много внимания. Их цель – это показать вам время. Я понимаю, что раз вы смотрите это видео, то вы любите свои часы и, скорее всего, будете надевать ваши часы куда угодно. Но если вы решите выбрать себе костюмные часы, то, пожалуйста, убедитесь, что это не широкие и большие часы. Они должны помещаться под вашу рубашку. Темный кожаный ремешок будет хорошо смотреться. На что еще следует обратить внимание в таких часах, главное правило – меньше-больше. Все, что больше 42 миллиметров – это не костюмные часы. Следующий стиль часов – это подводные часы. Сразу скажу, это мой любимый тип часов. И предлагаю вернуться в 1927-й. Была женщина, которая переплыла английский канал. Ее звали Мерседес Глейдс. Все говорили, что она этого не делала. Тогда она сказала, что сделает это еще раз. На этот раз Роликс сказали, что не задокументирует это, если она будет носить их часы на своей шее. В то время часы не были водонепроницаемыми. Скажем сразу, Роликс не придумали подводные часы. Но они были первыми, кто решили популяризировать идею водонепроницаемости часов. Так, в 1950-м мы видели, как французская компания Бланпа совместно с французским спецназом создали подводные часы. Это были 50 Phantoms. Замечательные часы, правда, слегка дорогие. Поэтому расскажу про еще одну модель, которая чуть подешевле. Это линейка от Роликс, которая называется «Подводник». Если взглянуть на эти часы, то отличительной чертой является одно направленное кольцо. Оно крутится только в одном направлении. Это сделано специально, чтобы, находясь под водой, в любой непредвиденной ситуации вы всегда могли точно знать, сколько воздуха у вас осталось в баллонах. Для меня самое главное в подводных часах – это функциональность. Они сделаны из дорогих металлов и прочной стали, чтобы не было коррозии от соленой воды. Стрелки светятся, чтобы вы могли знать время, когда находитесь под водой. Кольцо помогает вам считать, сколько времени у вас осталось под водой. Все вместе делает их просто удивительными. Настолько функциональными эти часы могут быть. И к тому же они очень красивые. Следующий стиль – это авиаторы. Все началось в 1906 году. Господин Альберто Синтос-Дюмонт, у которого был друг. Луис Картье – владелец компании, изготавливающей часы. Он ему сказал. «Знаешь, мне нужны часы, чтобы я мог следить за временем, когда летаю». Итак, появились первые авиаторы. На первоначальных авиаторах использовались римские цифры. А сам циферблат был прямоугольной формы. Кстати, Картье до сих пор производит модель часов, названную в честь Альберто Дюмонта в начале 20 века. Главной характеристикой авиаторов будет размер. Они будут большими, потому что в них присутствует множество деталей, а пилотам нужно сразу видеть все данные с циферблата. Обычно это черный фон и белые цифры для контрастной картинки. Также заводной механизм будет большого размера, чтобы было удобно настроить часы в перчатках. Насчет дополнительных деталей. В авиаторах мы встретим множество хронографов и кнопок сбоку, которые запускают и останавливают эти хронографы. А также можно встретить GMT-версии, в которых показывается время по Гринвичу в 24-часовом формате. Далее гоночные часы. Это мой личный выбор. Что мне в них нравится, это функциональность и стиль. По функциональности они напичканы всеми деталями и хронографами. Также они очень прочные. Но при этом они очень броские и круто выглядят. Потому что если вы водитель гоночной машины, вы хотите, чтобы часы соответствовали. У них интересный дизайн и яркие цвета. Это очень классные часы. Все гоночные часы включают в себя усложненные механизмы. Я имею в виду хронографы. Это функция в часах с отдельным пусковым механизмом. У них есть дополнительные циферблаты, а иногда и все три. Дополнительные кнопки на отметке 2 и 4 часа позволяют запускать и сбивать стрелки. На гоночных часах мы также можем встретить и тахометр, чтобы можно было посчитать расстояние при помощи времени. На них должны быть хорошо читаемые цифры. Потому что на большой скорости все трясется, и проблематично увидеть время. И, говоря тряски, они должны быть крепкими и стойкими к ударам. Следующий стиль – это электронные часы. Впервые они появились в 1972 году. В Пенсильвании компания Гамильтон выпустила часы под названием Пульсар. Они были в золотом корпусе и стоили больше 2000 долларов. Они использовали LED-цифры, чтобы показывать время. Первый LED-дисплей очень быстро сажал батарейки и был непрактичным. Затем Сейка представили LCD-дисплей из жидких кристаллов, которые потребляли гораздо меньше энергии. Это привело к кварцевой революции. Сейчас электронные часы встречаются везде. Их сильная сторона, они очень точны. Когда речь заходит о хронографии, то вы можете получить результат до наносекунды. Так что вы можете с точностью сказать, который час. А еще большой фишкой таких часов является то, что они могут быть очень дешевыми. Поэтому можно увидеть такие часы за 5 долларов. Когда-то привилегии знать точное время обладали только короли. А теперь вы можете обрести это всего лишь за пару баксов. Далее у нас будут смарт-часы. И не путайте эти часы с электронными часами. Смарт-часы используют водные данные, чтобы предоставить вам важную информацию. Поэтому они называются умные часы. Ну и конечно у нас тут будут Apple Watch. Но есть и другие умные часы, которые даже измеряют давление. Или температуру, то есть они используют внешние данные, чтобы предоставить вам важную информацию. Это первостепенная разница между умными часами и электронными. Конечно вы можете иметь электронные часы, которые являются в то же время и смарт-часами. Эта модель часов может быть самой запутанной, потому что она выпускается в огромном количестве различных вариантов и стилей. Можно встретить очень дорогие часы, как Apple в золотом корпусе. Но также в индустрию хай-тека входит много игроков. Они даже делают смарт-часы, которые выглядят как механические. Как бы они и есть механические, плюс с элементами умных часов. Являются ли умные часы хорошим вложением денег? Я пока воздержусь от суждения, потому что умные часы имеют одно «но». Технологии быстро меняются. Но если вы хотите взять себе умные часы, так как у них есть та функциональность, которая вам нужна, потому что вы будете ею пользоваться, тогда вперед, берите себе такие часы. Следующий стиль, я знаю, некоторые из вас их недолюбливают, это модные часы. Вот в чем суть. Мужчины, которые покупают себе модные часы, они только начинают носить часы. Им нравится, как они выглядят, и это первая отправная точка. Такие часы ты покупаешь, потому что тебе просто нравится, как они выглядят. И вот еще все часы, которые есть на рынке, когда-то начинали как модные часы. Потому что если вам нужно было только знать точное время, то с 70-х годов вы могли бы носить только электронные часы. Поэтому все остальные часы, это как вдохновение, как частичка истории, которая вам нравится. Все часы, о которых я сегодня вам рассказывал, имеют свое место в истории. Модным часам я могу сказать спасибо за то, что вернули меня в мир часов после 15-летнего перерыва. Продолжение следует...